Сегодня покупаем лампочки, необходимо проверить. Живая. Живая. Еще одна. Лампочки. Филипс 62. Привет, друзья. Сегодня мы проведем научный эксперимент. А тема такая. Раньше, когда я занимался установкой светильника, клиенты звонили с претензией. Типа, Александрович, вы установили люстру, три лампочки горит нормально, а две постоянно переграют. Что-то вы нахимичили. Возможно, плохой контакт. У меня плохого контакта быть просто не может, потому что все скрутки я пропаиваю. Это просто невозможно. И от плохого контакта лампочки гореть не должны. Так, раз, два, три, четыре. И еще одна. Сегодня на барахолочке купил пять штук. Лампы накаливания по 60 ватт каждая. Брал по 10 гривен. Так, и сейчас мы проверим сопротивление. Возможно, лампочки горят из-за того, что у них малое сопротивление. Ну, у одних больше, у других меньше. Когда-то такой эксперимент я проводил на наших отечественных лампочках. Ну, это ж Philips. Так, что мы имеем? 67,2. Так, откладем в сторону. Следующая. Законтачили. Что мы имеем? Ай, ё-моё. Ай, ёлки-палки. 66,4. Это палач кладем здесь. Далее. Следующая лампочка. 66,3. Ну, примерно одинаковое сопротивление. Ну, а на наших отечественных разброс был очень большой. Семьдесят и четыре десятых ума. Значит, эта лампочка будет гореть дольше, чем вот эти вот три. Ну-ка, сейчас ещё давайте вот эту вот. 66. А эта будет гореть меньше всех. Ну, всего пять лампочек. Если бы мы взяли ящик, то было бы по-разному. Так что, не всегда виноват мастер. Просто разное сопротивление. Большое сопротивление, значит лампочка будет светить дольше. Малое сопротивление сгорит быстрее. И большое сопротивление у лампы тогда, когда она разогрета. Когда нить накала разогрета. А при включении вот такое. 60, 67, 66. Когда спираль нагреется, то сопротивление намного выше. Ну, в общем-то и всё. Вот и весь эксперимент. Отключаем. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok